Есть на Земле такие места, где трагическая случайность сослужила хорошую службу палеонтологам, создав для них поистине кладовые останков древних животных. Одно из таких мест – Ранчелабрия в Калифорнии. Все началось десятки тысяч лет назад, на этом месте образовалось озеро, купание в котором было смерти подобно. Озеро – это, битумная или смоляная яма, место выхода на поверхность битума и образования природного асфальта, откуда выбраться практически невозможно ввиду чрезвычайной вязкости. Во времена мамонтов эта самая яма, а вместе с ней еще несколько, расположенных в этом районе, и стала смертельной ловушкой для обителей, что превратилось в итоге в место с большим количеством останков древних животных. Кости животных тут начали находить уже давно, но вначале не признавали их за древности, мало ли лошадей, собак и крупного рогатого скота могло увязнуть в таких, как это, ямах. Впервые официальное признание исторического участка местность получила в 1901 году. Массовые раскопки в Лабрея начались в 1911-1915 годах. Всего за то время, что здесь работали ученые, было обнаружено около полумиллиона костей древних животных, что является самой богатой коллекцией такого рода в мире. Самые древние виды жили около 38 тысяч лет назад. В разное время в смоляную яму попадали саблезубые тигры, мамонты, огромные грифы, медведи-ящерицы, насекомые, грызуны. В 1977 году в этом районе был открыт музей, который сегодня носит имя Джорджа Пейджа. Наряду с многочисленными останками ископаемых животных на ранче Лабрея выставлены скелеты мамонта и саблезубого тигра. Стоят выполненные в натуральную величину модели доисторических животных. Также посетители могут воочию увидеть, что же такое смоляная яма. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал.